Привет, друзья! Каждый школьник в Советском Союзе знал секретные уловистые насадки для ловли карася, которые можно приготовить как на рыбалке, так в принципе-то и дома. Нам понадобится мякиш черного хлеба, а еще нам понадобится майонез оливковый. В оригинал входили другие компоненты, такие как молоко, яичный белок и лимонная кислота. Но теперь это все можно легко заменить при помощи майонеза. Обычного оливкового. Что касается, друзья, мякиша черного хлеба. Черный хлеб лучше всего покупать дешевый, по самой дешевой и низкой цене. Я заметил одну особенность на дешевом хлебе. Мякиш его очень липкий, как пластилин. И мы в этом случае выигрываем сразу в двух вещах. Первое. По цене нам это не так будет сильно бить по карманам. А второе. В том, что мякиш дешевого хлеба очень липкий. И очень хорошо лепится. А мы же делаем, друзья, насадку. Слепив шарик, мы нацепим ее на крючок. И чем мякиш хлеба будет больше похож на пластилин, тем лучше. Тем меньше нужно будет добавлять какой-то воды и других жидких компонентов, чтобы мякиш хлеба превратился в пластилин. Не знаю, чем это вызвано. Может, дешевый хлеб что-то не добавляет. Понятия не имею. Еще нам понадобится мука. Немножечко. А именно, для укрепления насадки. Во всех насадках, которые используются из мякиша, черного, либо белого хлеба, всегда нужно добавлять муку. С одной единственной целью. Для укрепления насадки, чтобы она как можно крепче и дольше сидела на крючке, можно использовать пружинку, а можно использовать нитку. На вовом крючке насадка из мякиша хлеба сидеть не будет. Ее быстро стернут. Такую насадку на реке использовать нерентабельно. В том плане, что на реке в верхних слоях огромное количество уклейки. А уклейку лучше всего ловить на барыша. Одна личинка, 15-20 рыбок, не меняя насадки, вы поймаете. А здесь одна насадка, одна рыбка. Нерентабельно. То же самое касается и фидерной ловли. Нерентабельно таки использовать насадки в донной ловле. Долго на крючке она не продержится. На дне. Если видео понравилось, пальчик вверх, не понравилось, пальчик вниз. Долго на крючке.